МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. Скажите, действительно на рынке школьной формы до 80% поддельной некачественной одежды? Да, действительно. Такое встречается в целом по Российской Федерации, по разным данным Роспотребнадзора, разных субъектов Федерации. Отмечается действительно высокий процент некачественной школьной формы. Но, тем не менее, в Алтайском крае все-таки этот процент пониже. По крайней мере, я надеюсь на это. И связано это в том числе и с тем, что у нас есть свои алтайские производители школьной формы. В этом наш плюс. Софья, скажите, как некачественная одежда может навредить организму ребенка? Какие последствия самые опасные? Некачественная школьная форма может навредить ребенку. Прежде всего, конечно, это разнообразное проявление детской аллергии. Дерматиты, экземы аллергического характера. Ввиду того, что при изготовлении некачественной школьной формы используются различные красители, закрепители и так далее, которые могут послужить причиной этого первых. Во-вторых, некачественная школьная форма может не отвечать и по таким требованиям, по таким показателям, как воздухопроницаемость, гигроскопичность. Соответственно, изначально просто ребенок может испытывать чувство дискомфорта в некачественной школьной форме, так как она не впитывает влагу, она не дышит. То есть это субъективно некомфортно, да, и вплоть до различных кожных проявлений заболеваний. И простуды чаще встречаются, когда ребенок в такой школьной форме, особенно это дети начальных классов, они же подвижные бегают. Конечно, конечно. А вот скажите, негативные последствия для здоровья в основном дает синтетика или натуральные материалы тоже могут их вызывать? В основном, конечно, это синтетика. Что касается выбора тканей для изготовления школьной одежды, то здесь однозначно надо придерживаться принципа, что она должна быть натуральной и качественной, то есть натуральной ткани. Но без синтетики никуда, конечно. Правильно, вы задали вопрос насчет натуральной, может ли вызывать какие-то негативные последствия? Да, если использовались, это может быть хлопок, но использованы некачественные красители и так далее. Тоже может быть причиной, но предпочтение, конечно, отдается натуральным тканям, хлопок, лен, шерсть. Но без синтетики никуда. Это следует сразу отметить, что, конечно, стопроцентное использование синтетики того же полиэстера не допускается при изготовлении школьной формы. Но процентное содержание, здесь я могу сразу оговориться, да, если мы говорим... Да, каков вот оптимальный состав ткани? Значит, до 35-40% синтетики. Если мы говорим о костюмной группе, то есть пиджак, юбка, то здесь допускается до 55% содержания синтетики все-таки. Почему? Могу сразу объяснить, да, потому что синтетика, она делает школьную форму более износостойкой, более привлекательной. Ну вот, таким вот образом. Софья, а если производитель на бирке или ярлыке указал вот тот самый оптимальный состав ткани, но в дальнейшем, например, родитель обнаружил, что тот же пиджак или брюки, они окрашиваются, то есть получается некачественный товар. Можно ли его вернуть и можно ли куда-то пожаловаться на такого производителя? Вернуть деньги еще к тому же? Да, конечно. Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, по закону о защите прав потребителей в течение 14 дней потребитель имеет право вернуть школьную форму продавцу, даже в том случае, если она не подошла по размеру, фасону, но при этом, конечно же, сразу оговорюсь, покупатель должен предоставить все документы, подтверждающие, что он ее не носил по назначению, то есть, во-первых, это чеки, а во-вторых, все должны бирки быть сохранены, упаковка и так далее, и так далее. Если же, как вы задали вопрос, она оказалась некачественной, с точки зрения, например, окрашивания, красится, конечно, может вернуть, безусловно, он может обратиться с претензией для начала к продавцу, правильно и грамотно, опять же, составить претензию, может помочь Роспотребнадзор. Далее, следующий шаг, это обратиться в Роспотребнадзор, да, то есть, здесь несколько путей, в принципе, можно обращаться и в прокуратуру, и в суд, но прежде чем это делать, можно провести экспертизу одежды, то есть, обратиться в любую аккредитованную испытательную лабораторию с заявлением проверить товар на... И если экспертиза покажет, товар некачественный, что тогда? Можем деньги вернуть? Конечно, конечно, продавец обязан вернуть деньги. Вот скажите, кроме состава ткани, на что еще нужно обращать внимание при покупке школьной формы? С точки зрения родителя, ну, во-первых, надо покупать, конечно, в школьную форму только в проверенных местах, в магазинах. Желательно все-таки, чтобы это была известная торговая марка. Далее, на что еще родитель должен обратить внимание? Это на ярлычок, на бирку, да, как она грамотно, правильно ли она оформлена. То есть, у нас есть технический регламент Таможенного союза о безопасности продукции, используемой для детей и подростков. Соответственно, там подробно описано, что на себе должна содержать, какую информацию должен содержать ярлычок. Это обязательно страна-изготовитель, это обязательно адрес и наименование юридического лица-изготовителя, назначение, название изделия, далее дату производства. Также соответствие, должен содержать такой значок евразийского соответствия. То есть, о том, что данная школьная форма соответствует требованиям как раз-таки технического регламента Таможенного союза. То есть, обязательно этот ярлычок должен быть достоверным, читаемым, и он должен быть в наличии. Чем кстати, вот уже сама замечала, бывает такая в продаже у нас продукция, когда ярлычки оформлены, к сожалению, не по правилам. Ну а вот кроме ярлычка, на что еще? Конечно же, на внешний вид, но начнем с фасона. Это, прежде всего, должно нравиться ребенку, должно быть удобно, не только красиво, но и удобно. Это раз. Помимо этого, вы должны обратить внимание на то, как проложена строчка, ровно ли пришиты карманы и так далее. То есть, это вопрос не только эстетики, но как раз-таки и качества продукции. Как вы можете проверить, например, качество окрашивания, устойчивость окрашивания? Можно взять любую белую ткань, потереть о изделии, если она окрасится. То есть, таким вот образом можно проверить. Софья, вот вы сказали, нужно обращать внимание на страну производителя. А кому бы вы посоветовали доверять больше, отечественным или зарубежным производителям? Я бы все-таки посоветовала отечественного производителя. Все-таки в большей степени все приведено в соответствии. И если вы обратите внимание, также внимательный потребитель, тот, который осматривает ярлычки, то как раз-таки у наших производителей чаще всего правильно, нежели, например, китайского производителя, где указано только, что это сделано в Китае, размер, ну и больше, в принципе, ничего. Софья, ну и в завершении программы, кратко скажите, каким критериям основным должна отвечать именно качественная школьная форма? Качественная школьная форма должна быть удобной. Качественная школьная форма должна состоять все-таки из... Предпочтение дается натуральным тканям, да, особенно если это одежда первого слоя, которая соприкасается непосредственно с кожей ребенка. То есть блузки, рубашки и так далее. То есть до 95% хлопка в ней должно быть. Должна отвечать биологической, химической безопасности, устойчиво по окраске. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин